привет всем и дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир и сегодня мы немножечко поговорим об операционной системе windows 10 anniversary update после недавнего обновления столкнулся с рядом проблем которые действительно очень сильно портят мне жизнь я этот видеоролик разделю на несколько частей и значит будем говорить о том как отключить этот надоедливый брандмаур windows который через стандартные настройки отключается но при следующей загрузке по какой-то причине я подозреваю что это из-за защитника windows заново запускается поговорим о том что что делать если у вас перестали работать поисковики bing google и яндекс и в третьем видеоролике поговорим куда постоянно пропадает языковая панель то есть как ее вернуть и чтобы это все шло не одним потоком я поделю данный видеоролик на три части так сейчас мы с вами говорим о брандмауре windows каждый раз при каждой перезагрузке обновился буквально дней пять тому назад у меня постоянно влазит брандмаур windows что он постоянно блокирует некоторые функции тех или иных приложений я естественно разрешаю доступ но он при каждом отключении все равно при последующей перезагрузке автоматически запускается и сейчас это делает защитник windows там новая такая политика безопасности что он в любом случае в автоматическом режиме его запускает и я смотрел на форумах там в принципе нужно отключить сам брандмаур как таковой в операционной системе так давайте зайдем в панель управления просто покажу где это находится система безопасность брандмаур windows далее мы должны пройти в раздел изменения параметров уведомления и в первом и втором пункте нажать отключить брандмаур windows не рекомендуется и для общественности также его отключить многие говорят нужно это делать не нужно это делать потому что пускай будет это все-таки некая политика безопасности я предпочитаю использовать сторонний firewall и нормальный антивирус поэтому действительно брандмаур как бельмо на глазу я их отключаю жму окей то есть вы делаете то же самое и нас предупреждают что это опасно ничего страшного в панели уведомлений также выскочит при следующей загрузке уведомление о том что у вас допустим якобы нарушена безопасность windows просто жмете проигнорировать и больше это сообщение в центре выходить не будет если при следующей перезагрузке вдруг по какой-то причине у вас также брандмаур заработать то есть при запуске вконтакте к випа любой другой программы будет также вылазить брандмаур windows вы делаете следующее жмете правой клавишей мыши на этот компьютер управление немножечко ждем пока прогрузится получается диспетчер и нам нужно будет пройти в службы то есть теперь мы как таковую вот службы и приложения мы как службы мы как таковой просто отключим брендмаур windows чтобы вообще не было давайте их отсортируем они отсортированы вот вид на порядке и мы видим брендмаур браузер компьютеров нам нужен брендмаур windows правой клавишей мыши свойства и мы видим что тип запуска автоматически что это значит если какой-то компонент windows в нашем случае защитник операционной системы windows их не собственный антивирус microsoft если он захочет то служба автоматически при запросе к ней будет запускаться мы сделаем следующее мы полностью ее отключим то есть если мы отключим полностью тогда любая другая программа даже если попытается запустить брендмаур у нее ничего не выйдет потому что мы указали тип запуска отключен но и сейчас мы видим что состояние выполняется хоть мы его отключить нажмем остановить ждем какое-то время все при последующей перезагрузке у вас больше брендмаур windows запускаться автоматическом режиме не будет то есть первую проблему разобрались поехали дальше вторая проблема с которой столкнулся это пропала у меня языковая панель то есть я к ней очень привык она постоянно исчезает причем смотрите это тоже косяк который microsoft в скором обновлении должны поправить если мы нажмем правой клавишей мыши на панельку на нашу панель задачи заходим в раздел панели языковая панель жмем на нее и она исчезает но она становится открепленной да потому что я сделал так чтобы она отображалась но суть том если мы повторно нажмем правой клавиши мыши пройдем в панели здесь уже нет языковой панели то есть она как таковая пропадает это какой-то баг такой баг был на голый windows 10 потом его поправили вот почему-то вы не вез с редишен он снова себя проявил как мы от него избавляемся мы делаем следующее мы запускаем вот эту вот клавиатуру жмем на логотип клавиатур где мы выбираем язык далее настройка языка можно в принципе пройти через панель управления но так будет более наглядно потому что сенсорная клавиатура почему-то по умолчанию запускается даже на устройство где нет сенсорной клавиатуры дополнительный параметр даты и времени и нам нужно пройти в язык то есть по сути панель управления часы языка регион и собственно язык далее мы делаем следующее дополнительные параметры и смотрите использовать языковую панель у меня эта галочка вообще отсутствовала после того как я поставил эту галочку если выбираю языковую панель с панель задач она появляется виде плавающего окошка что мне в принципе тоже не нравится поэтому мы давайте вернем ее обратно в раздел панели делаем и следующее ставим галочку использовать языковую панель если она доступна параметры далее мы делаем закреплена в панели сдач применить все она появляется на привычном месте снова меняем язык alt shift и язык меняется то есть все комфортно как я привык да если у вас планшета у меня почему-то на планшете языковая панель прикреплена вот к этой клавиатуре то есть правее вот это сенсорной клавиатуре отображается иконка раскладки языка на текущий момент но вот мне в рабочей версии windows настольный хочется чтобы она была здесь на привычном месте где она живет еще со времен там дореволюционный windows xp если не ошибаюсь в 98 95 она также селилась где-то здесь вот собственно вот эти три проблемы основные три проблемы с которыми столкнулся я я надеюсь помог вам их решить ставьте палец вверх если у вас тоже с windows здесь есть какие-то проблемы я просто слышал что там был хайп по поводу веб камер но у меня слава богу нигде проблемы с этим не было пишите в комментариях постараемся разобраться всем пока до скорых встреч с вами был владимир подписывайтесь и комментируйте делитесь с друзьями пока